Да будет свет! Это библейская фраза, ставшая крылатым выражением, как никогда подходит к выставке «Несущий свет», которая открылась в выставочном зале на Покровской. Здесь представлена богатейшая коллекция осветительных приборов из фондового собрания Музея-Заповедника «Родина Ленина». Делать выставку из фондов – это всегда огромная радость. Несколько лет мы думали над проектом, который назвали «Открываем кладовые». Это выставки, которые представляют типологические предметы из коллекции Музея-Заповедника. Но оказалось, что выстроенные в один ряд вот эти типологические предметы открываются совершенно по-новому. В день открытия выставки «Несущий свет» состоялась творческая встреча с директором Московского музея «Огни Москвы» Натальей Потаповой, которая прочитала лекцию для сотрудников музеев о секретах освещения музейных экспонатов. Я, кстати, когда была в прошлый раз в вашем городе, меня больше всего поразила система освещения панорамы Симбирска, диорамы Симбирска, которая была сделана в советское время. То есть она сохранилась, вот эта старая советская система подсветки. Меня она очень удивила. То есть на самом деле, если есть желание, то можно даже простыми средствами сделать какую-то волшебную картину. Директор Московского музея отметила, что для выставки Ульяновский музей выбрал очень интересную, до конца не изученную тему. Экспозиция позволяет проследить эволюцию бытовых источников света и приспособлений для их использования. Всего на выставке представлено более ста предметов. По сути, сама выставка разделена на три раздела. Первая называется раздел «Долампочки», который сообщает нам как раз-таки историю о свецах, о масляных лампах, то есть о начале освещения как таковом, как оно появилось. Второй раздел – это керосиновые лампы. И третий раздел – электрическая революция. То есть мы с вами можем все это проследить на самой выставке. Самым древним археологическим экспонатом является масляная лампа-светильник из Волжской Булгарии. Она была изготовлена из глины при помощи гончарного круга и методом обжига. Интересно, что в XIX веке, когда в сельских домах освещали жилье при помощи лучины, которую крепили при помощи свеца, уже существовали и керосиновые лампы. Они были настольные, настенные, подвесные, переносные. Западноевропейские отличались особым изяществом. Сделаны из стекла, металла, латуни, фарфора, эмаль со цветной ручной росписью. А во второй половине XIX века, начале XX века, появляются электрические лампы. Образцы, привезенные из Европы, – настоящие произведения искусства эпохи модерна. Впервые музей-заповедник сделал киоск для слабовидящих людей. Теперь посетитель с плохим зрением сможет с помощью гаджета услышать описание экспонатов и приблизить их. Таким образом, посещение этой выставки для него станет комфортным. Ирина Антонов, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ. Продолжение следует...